Спортсменка, комсомолка и просто красавица. Так называли актрису Наталью Варлей после выхода комедии «Кавказская пленница», которая принесла ей славу и популярность, и она в один миг проснулась знаменитой. Хотя более значимых ролей за всю кинематографическую карьеру ей так больше не довелось сыграть. Варлей считали секс-символом советского кино, но актриса возражала по этому поводу, утверждая, что секс-символ вожделеют. А на фильме «Кавказская пленница» сыграла Нину, просто девушку, с которой хотелось просто дружить и не более того. В жизни Наталья была совершенно другая, нежели ее героиня Нина. Актриса могла бы посоверноваться количеством своих короткосрочных браков. У нее было три мужа, и со всеми она смогла прожить только по несколько месяцев. А отцу своих двоих сыновей актриса и вовсе держит в секрете, хотя за много лет все тайное давно стало явным. Бурная личная жизнь Натальи Варлей давала множество поводов для сплетен и пересудов. Она часто становилась объектом для сплетен. И, вероятно, все-таки не бывает дыма без огня. А вопиющим фактом стало несколько запоздалое признание актрисы в своей автобиографической книге, как ее домогался именитый режиссер и, получив отказ, поставил на озвучку ее героине другую актрису. Но обо всем по порядку. Родилась Наталья Варлей в Румынии в 1959 году в городе Констанция в семье капитана дальнего плавания. У нее французские и валийские корни. Фамилия Варлей является именно валийской. У Натальи есть старшая сестра Ирина. Детство и юность прошли у будущей актрисы сначала в Мурманске, куда определили ее отца после Румынии, а потом они перебрались, но уже с мамой и сестрой, в Москву, где Наталья закончила цирковую школу и работала в цирке эквилибристкой на Цветном бульваре вплоть до 1967 года. О карьере актрисы она и не мечтала. Вот циркачка ей хотелось стать, и мечта ее сбылась. Но волей случая ее приглашают сняться в качестве эксперимента для себя в небольшой роли. В фильме «Формула Радуги» это был режиссер Юнальд Хелькевич. Эксперимент удался. Варлей почувствовал, что хорошо справилась с работой, и камера любила Наталью. Она прекрасно смотрелась в кадре, но прославить ее смог режиссер Леонид Гайдай, который выбрал ее для главной героини в фильме «Кавказская пленница» в 1967 году. И как его жена потом утверждала в одном из интервью, что на пробы приходили множество актрис, куда более красивых, но Гайда решил остановить свой выбор именно на Варлей. Наверное, подсказала режиссерское чутьею. Но, как утверждает Варлей в своей книге под названием «Канатоходка. Автобиография», что Леонид Гайдай сексуально ее домогался, причем рядом находилась его жена Нина Гребешкова, которая после таких мемуаров очень возмутилась и назвала их абсолютной ложью. Кстати, данная книга стала очень скандальной. И также надо заметить, что после инцидента с Гайдаем главную героиню в «Кавказской пленнице» озвучила Надежда Румянцева. Гайдай это объяснил тем, что начинающих актрис часто озвучивают уже более опытные. На самом деле неизвестно, правда ли, что Гайдай пользовался своим служебным положением или это просто некое запоздалое откровение от Варлей. Наверное, стоит оставить этот факт для раздумий читателям. Также стоит отметить, что был и еще один скандал, связанный с «Кавказской пленницей», теперь уже между Варлей и исполнительницей песни в фильме Аидой Ведищевой. На юбилее у композитора Александра Зацепина среди приглашенных гостей была и Варлей, и Ведищева. Но первой стала исполнять песню из кинофильма «Варлей», хотя на самом деле за нее в кинокартине ее исполняла Ведищева. Аиду данный факт очень возмутил. Тогда композитор все-таки взял ее за руку, вывел на сцену и при всем честном народе все же сказал, что Аида исполняет эту песню несколько лучше. Случай был не из приятных. Аида Ведищева позже заявила, что роль главной героини в «Кавказской пленнице» озвучила все-таки Надежда Румянцева. Песню исполнила она, а актерская игра в «Орлей» была далеко от совершенства, так как она на самом деле была всего лишь акробаткой. Но все-таки вернемся к личной жизни Натальи Варлей, и она у нее была достаточно насыщенная. Первый скоротечный брак состоялся с режиссером, и это был Николай Бурляев. Хотя за Натальей настойчиво ухаживал актер Леонид Филатов, но был отвергнут. Актриса впоследствии никак не комментировала эту историю. Роман с Бурляевым был очень скоротечным, но поженившись, молодым не удалось свить счастливое семейное гнездо. Оба стали активно изменять друг другу. Однажды после ссоры Наталья вернулась домой, а муж, вероятно, предполагал, что та сегодня не вернется. А за столом мирно сидели ужинали ее муж Николай Ирина Печерникова. Конечно, ее, как жену, очень ранило подобное поведение мужем, поэтому в скорости по обоюдному решению пара рассталась. В Орле не любит в интервью вспоминать этот брак, как, впрочем, и последующие. А если и говорит, то называет, тот брак был просто детским. Вероятно, в силу возраста, потому что ей было 19, а ему 20. Второй брак тоже разрушила измена. Но и не только. Ее мужем стал сын именитых актеров Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. Владимир Тихонов, красивый, статный молодой человек, оказался наркоманом. Только узнала об этом в Орле в день свадьбы. Вместе они почти не жили совсем. Владимир иногда приходил, колотил дверь, Наталья открывала. Тот ее хватал и тащил в спальню. Там добивался своего и уходил. Так повторялось несколько раз. Потом Наталья узнала, что беременна, но сразу же сделала аборт, потому что побоялась рисковать и рожать от такого мужа. О том, что их сын наркоман, родители знали и надеялись, что именно Наталья в Орле сможет его спасти. Она же не смогла вынести такую вношу. Брак просуществовал всего три месяца. Наталья, выйдя замуж и узнав в день свадьбы о том, что ее муж наркоман, сразу же закрутила роман на стороне. Им оказался сын Аркадия Райкина, Константин. И этот факт также дал волю слуха о Орле. В Щукинском училище, где она училась на тот момент, поползли слухи. Наталья забеременела. Измена сразу же стала известна мужу. И они подали на развод. Сына Владимир Тихонов не признал. Но каждый, кто посмотрит на фото и заметит невероятное сходство сына Василия и Константина Райкина. Зато Тихонову пришлось исправно выплачивать элементы всю жизнь. Что очень не нравилось его второй жене. Впервые стала матерью Наталья Варли в 1972 году, родив сына Василия. Юноша пошел по стопам родителей и закончил институт искусств. И даже однажды снялся в фильме вместе с мамой, который называется «Переходный возраст». А вот внук Варли Евгений, родившийся в 1995 году, живет в Вероне и работает официантом. То есть совсем далек от мира искусств. Второй раз матерью Наталья Варли стала в 1985 году, родив сына Александра. С его рождением тоже связано множество тайн, которые актриса почти никак не комментирует. А говорит только, что они любили друг друга, но их разделяло расстояние. А когда тот узнал о грядущем отцовстве, то это, вероятно, просто не входило в его планы, и он исчез. А этот некто был узбекский актер Ульмас Алихиджаев. Они познакомились на съемках фильма «Огненные дороги». Он был женат и не собирался расставаться с женой на тот момент. Поэтому Варли пришлось одной воспитывать их сына. Александр стал режиссером и сценаристом. Снял на данный момент несколько кинокартин. Третий брак Натальи Варли оказался тоже неудачным и скоротечным. Известно, что третьего мужа звали Владимир, и он был бригадиром строительной бригады, которая выполняла ремонт в квартире актрисы. Мало того, Владимир был очень молод по возрасту, как старший сын Варлей. Но пара даже обвенчалась в церкви, хотя брак это никак не спасло от раскола. А причиной разлада стал младший сын Александр. Ему на тот момент было 13 лет, переходный возраст, и он попросту не сошелся характером с новым отчимом. Больше Наталья Варлей не выходила замуж. Сейчас жизнь Натальи Варлей очень отличается от той, что была в молодости. Актриса открыла для себя религию, ездит по монастырям, святым местам, купается в святых источниках, много времени проводит на даче. В столице бывает крайне редко, только если приглашают на какие-то ток-шоу на телевидение, а в кино и вовсе не снимается с начала двухтысячных. Много читает и занимается дачным участком. С ней живет 14 кошек, о которых она очень заботится и души в них не чает.